В эфире служба новостей Саров 24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Льет, как из ведра, очередное обращение в городской дозор. Ничто не потеряно, как работает стол находок в Саровской полиции. Турнир ветеранов футбола в нашем городе прошли соревнования Приволжского федерального округа. Далее расскажем обо всем подробно. По данным полицейских, летний сезон – время, когда горожане все чаще начинают забывать личные вещи в общественных местах. Сумки, верхняя одежда и даже сотовые телефоны остаются бесхозными на пляжах, в летних кафе и парках. Специально для тех, кто по стечению обстоятельств потерял свою вещь или нашел чужую, в УВД работает круглосуточный стол находок. Первое, о чем подумала Анна, когда увидела на скамейке сумку и куртку, что владелица где-то рядом. Но прождав минут 10, девушка поняла, что вещи забыты. Впервые оказавшись в такой ситуации, она растерялась. Помня о терактах и об уловках мошенников, трогать вещи она не решилась. Очень насторожила, если честно. Мне было очень страшно даже в какой-то момент стоять и наблюдать за этими вещами, потому что мало ли что там может быть. С другой стороны, нужно было что-то предпринять, чтобы найти владельца вещей. И самый быстрый и действенный способ, по мнению Анны, сделать это через интернет-сообщество. Я сфотографировала, как все это выглядело и скинула через социальные сети фотографию в надежде, что хозяин достаточно быстро найдется. В соответствии с законодательством, человек, который обнаружил вещи, должен предпринять все меры к поиску владельца. Дать объявления в газете, радио или через интернет. Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют приносить найденные вещи в стол находок полиции. Можно оставить их у себя, пока не обнаружится хозяин имущества. Но утаивать найденные вещи нельзя. Лицо, нашедшее имущество и не применяющее никаких мер для возврата и установления чьего лицо, будет включено к ответственности по статье 158 главного наколдца. То есть, икрынуть будут как кражу. Давая объявления через социальные сети, стражи порядка рекомендуют описывать найденные вещи в общих чертах, не давая детальной информации. Так как этими сведениями могут воспользоваться мошенники. Передавать вещи нужно только при личной встрече и предъявлении документов. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Последствия дождей и прочих осадков жители одной из квартир в Старом районе ощущают на себе не первый год. В доме по адресу переулок Северный дом 5 протекает крыша и с собственником квартир на последнем этаже приходится не сладко. С потолка постоянно льет вода. Когда коммунальщики проведут ремонт кровли? С таким вопросом жильцы дома обратились в городской дозор. Как только за окном начинает греметь гром, Максим Бурнашов отправляется за ведром. Все дело в том, что вместе с дождем на улице начинает идти дождь и в квартире в туалетной комнате. Осень, весна – это прям сезон выжимания воды. Прям очень никакого удовольствия мы от этого не получаем. Понятное дело, из дома никуда не уйдешь. Там во время какого-нибудь дождливного сезона никуда не поедешь. А это значит совсем беда. Каждый раз, покидая свою квартиру, Максим и его мама стараются расставить побольше емкостей для сбора воды. Доказывать соседям снизу, что течет с крыши, а не из их прохудившейся трубы, нет никакого желания. Чтобы решить проблему, жильцы квартиры 14 по переулку Северному-5 обратились в свою управляющую компанию – центр ЖКХ. Матушка писала ему письмо. Это Кошелева, руководитель начальника ЖКХ. Прислали даже ответ. Правда, тут есть один нюанс. Обращение жильцов зарегистрировано 13 ноября 2017 года. Ответ Максим Бурнашов и его мама получили еще в декабре. В официальном ответе сотрудники управляющей компании подчеркнули, что работы по ремонту кровли будут произведены, как только позволят погодные условия. Нам удалось связаться с главным инженером центра ЖКХ Василием Ласточкиным, который заверил нас, что работы по данному адресу будут произведены в кратчайшее время, и жильцы об этой проблеме больше беспокоиться не будут. Кирилл Васильев, Владимир Листик, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. 1 июля в России вступят в силу поправки в налоговом кодексе, которые гласят, что все банки по требованию обязаны предоставить налоговой службе информацию о движении денег на банковских картах физических лиц. Теперь все поступления на счет или карту, которые не удалось идентифицировать налоговики, будут расценивать как прибыль, облагаемую налогом. Клиентам банков придется документально подтверждать, за что именно они получили деньги, и если не удастся доказать, что полученные средства не являются прибылью, придется заплатить штраф в размере 20% от суммы, пении и сам налог. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Полиция просит помочь в поиске пропавшего человека. 28 мая гостиница «Шанс-Д» в поселке Сатис ушла кисель Мария Юрьевна 1992 года рождения. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Основные приметы. На вид от 30 до 35 лет. Рост 165 сантиметров. Телосложение полное. Средние длины волосы темного цвета. Было одето в черные брюки, зеленую кофту и кроссовки. Все, кто располагает какую-либо информацию о пропавшей, просят сообщить об этом по телефону 605-42 или 02. На юге Нижегородской области сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Нижегородской области. По словам спасателей, это повышает вероятность возникновения лесных пожаров, распространения огня на населенные пункты, линии электропередач и линии связи. В спортивной школе ИКАР открылся набор детей в платной группы на следующий учебный год. В отделении футбола приглашают ребят в возрасте от 6 до 8 лет. В секции прыжков на батуте от 4 до 6 лет. В художественную гимнастику принимают девочек от 3 до 6 лет. Записать детей в спортивное отделение можно на официальном сайте детско-юношеской спортивной школы ИКАР. Как же приятно летним днем прокатиться на самокате по Саровской Ривьере. Особенно это приятно делать на чужом электросамокате. Чей он? Возможно, твой. Возможно, твоего друга. Или той девчонке, которой ты лайкаешь фотки в Инстаграме. Канал 16 совместно с сайтом sarov24.ru запускает конкурс на лучшую фотографию, сделанную в наикрутейшем жилом комплексе Саровской Ривьера. И вот подробности конкурса. Ты делаешь фотку на набережной, на парящих лавочках или даже из окна своей новой квартиры вот в этом доме и выкладываешь в любую социальную сеть с хэштегом Саровская Ривьера. Вот и все. Учитываться будут только те фотографии, которые будут выложены с 15 мая по 15 июля. А в срок до 1 августа мы обязательно подведем итоги. И, кстати, автор лучшей фотографии получит вот этот вот самокат. Фото может быть любым. Селфи или групповое, случайное или постановочное значение имеет только дата съемки и красота архитектуры жилого комплекса Саровской Ривьера. Все подробности о конкурсе можно узнать на сайте sarov24.ru И если ты не пришлешь нам фото, я буду ездить на самокате сам! По Сарову начал курсировать комсомольский маршрут, который появился благодаря инициативе педагогов и воспитанников Центра внешкольной работы. Проект был представлен на молодежном форуме «Время выбрало нас» в «Березке». В торжественной обстановке комсомольский автобус отправился от станции «Тупиковая» и проехал по местам, связанным с комсомолом. Далее этот автобус будет курсировать по маршруту 2А. Машина времени в действии. В год столетия молодежной организации СССР по городу будет курсировать комсомольский автобус. На торжественной церемонии перед первым рейсом мальчишки и девчонки из клуба «Мечта» Центра внешкольной работы приготовили гостям небольшой экскурс в историю и напомнили основные вехи и этапы развития Союза молодежи. Сергей Анипченко вспомнил свое комсомольское прошлое и активную деятельность в рядах в ЛКСМ. Это наша история. История далеко не плохая. Давайте будем брать все-таки же лучшие и пример с наших отцов и дедов, те, которые были всегда впереди. Иван Ситников и Александр Чешко в свое время были в нашем городе первыми секретарями в ЛКСМ. Они поделились своими воспоминаниями о том, как строился город, об этой молодежной организации и поблагодарили ребят за инициативу. Я уверен, что абсолютным большинством горожан вот этот автобус будет встречаться с теплотой. Для первых пассажиров ребята подготовили интересную экскурсию, рассказывали по пути следования о важных комсомольских стройках и активистах в ЛКСМ, а также пели хиты советских лет. Мой адресный дом, мне не улица, мой адрес Советский Союз. Комсомольский автобус будет следовать по социально значимым маршрутам. Пассажиры, глядя на старые фотографии, вспомнят свою комсомольскую молодость. А юные саровчане по этим черно-белым снимкам узнают, как молодежь Советского Союза работала и отдыхала. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Воспитанница вокальной студии «Аллегра» молодежного центра успешно выступила на международном многожанровом конкурсе таланта в грани искусства в Санкт-Петербурге. Саровчанка стала лауреатом второй степени и получила сертификат на ротацию песни на молодежном радио «Юникит». Слагаемые успешного выступления на творческом фестивале – это правильно подобранные песни, подходящий образ и сценические движения, передающие характер композиции. Пяти минутам на сцене предшествуют месяцы подготовки, репетиции, примерки костюма, занятия с хореографом. А перед выступлением главное – всегда помнить простые правила, чтобы справиться с волнением. На конкурсе Юля представила песню «Ласточка» в стиле фолк-рок. Это направление требует от солиста серьезной подготовки и проработки каждого куплета. Поэтому только самой композицией Юля вместе с педагогом занималась не меньше года. Удалось попасть в точку со сценическим образом и настроением. Юля у нас лирика, она любит такие лиричные песни и такие какие-то серьезные песни. И у нее очень хорошо получается патриотика, поэтому мы, конечно, больше в этом работаем. И лауреат первой степени у нее в основном получает за патриотические песни. Один из главных критериев оценки на вокальных конкурсах – умение с помощью языка песни взаимодействовать со зрителем, затронуть и заинтересовать даже самую искушенную публику. Мне близки грустные больше всего песни, потому что в них я больше всего раскрываюсь. Солист должен чувствовать эту песню, понимать, о чем поет и доносить до зала. Совсем скоро воспитанники вокальной студии «Аллегра» отправятся на конкурс «Орлята России». А уже в начале июля Юлия Бурова поедет в Венгрию для участия в международном проекте госкорпорации «Русатом Нью Кидс». Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. 32 команды-участницы, 12 стадионов в 11 городах. Впервые в истории наша страна принимает одно из самых значимых спортивных событий – чемпионат мира по футболу FIFA. В специальной рубрике «Спортивные программы. Дополнительное время» наши журналисты будут знакомить зрителей с историей Мундиаля, держать в курсе самых интересных событий и результатов матчей. Автор рубрики FIFA 2018 Павел Шпилько давно и всерьез увлечен футболом. Свободно ориентируется в именах и фамилиях игроков, знает, кто в каком году забил решающий гол в решающем матче. По его словам, как только представилась возможность получить журналистскую практику на городском телеканале, упускать свой шанс не стал и придумал небольшую аналитическую рубрику, посвященную чемпионату мира по футболу в России. К сожалению, у нас в стране бывает такое, что ко всему, даже происходящему хорошему, относятся весьма безразлично. И это, к сожалению, не есть хорошо, потому что выделяют исключительно негатив. Да, я согласен, что игра нашей сборной позитива мало дает, но тем не менее, я почти уверен, что в плане подготовки, в плане проведения этого мероприятия у нас все будет на высшем уровне, и об этом надо говорить. Как и большинство болельщиков, Павел не ждет чуда от игроков российской сборной. Но, по его словам, рубрика FIFA 2018 задумывалась не только про сам футбол, но и про все, что связано с самым грандиозным спортивным событием этого года. Разумеется, будет море новостей, ну, в рамках моего формата о том, как проходит чемпионат, может, какие-то интересные новости, но прежде всего чемпионат мира продолжается, будет все равно море интересных матчей и красивые игры. Вне зависимости от результатов национальной сборной России, для себя Павел уже выбрал ту команду, чья судьба интересует его больше остальных. Если уж болеть, то буду, безусловно, не болеть, но следить за сборной Бразилии, потому что у них сумасшедшее поколение, сумасшедшая команда и в плане техники, и в плане взаимодействия друг с другом. Рубрика FIFA 2018 будет выходить в эфир еженедельно в программе «Дополнительное время». На этой неделе главной темой станет открытие турнира и первый матч России – Саудовская Аравия. Не пропустите! Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Со спортом по жизни. На стадионе Икар завершился турнир по футболу среди ветеранов Приволжского федерального округа. Соревнования посвятили главному спортивному событию года – Чемпионату мира по футболу в России. За победу в турнире боролись четыре команды – из Сарова, Арзамаса и Нижнего Новгорода. О том, кто стал победителем соревнований, расскажем в следующем репортаже. Владимир Ковалев играет в футбол уже больше 20 лет. Спорт для него – это не просто хобби, а образ жизни. На турнир в Саров Владимир приехал с особым настроем. В планах у спортсмена выиграть ветеранский чемпионат и взять главный трофей соревнований. Здесь сегодня собрались очень хорошие спортсмены, практически все футболисты, которые поиграли. Даже есть представители, которые поиграли в команде мастеров в прошлом. Поэтому, я думаю, этот турнир будет очень интересный. Турнир Приволжского федерального округа по футболу среди ветеранов проводится в нашем городе впервые. В нем приняли участие четыре команды из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Сарова. Организаторы решили провести турнир в преддверии чемпионата мира по футболу и тем самым поддержать нашу сборную на предстоящих соревнованиях. Хотелось бы посмотреть, как в дальнейшем будут развиваться такие турниры. Тем более, никогда наши команды городские не играли на таком турнире, где турнир проходит 8 на 8. По итогам турнира победителем стала команда ветеранов Сарова. Второе место у спортсменов из Арзамаса, а бронзу забрали нижегородцы. Победители в сентябре отправятся на турнир в Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин